Особое мнение на 101FM А мы переходим к основным темам Вчера, как известно, состоялось заседание Кировской городской думы На котором депутаты назначили Дмитрия Осипова Заместителем главы администрации города Убрав из его должности приставку ИО Мы помним, что Осипов назывался одним из основных претендентов На пост главы администрации города Когда был объявлен конкурс И вчера, отвечая на вопрос депутатов Планирует ли он вновь подать документы Он эту информацию подтвердил Сказал уверенно, да, я буду подавать документы на новый конкурс Но вчера, опять-таки, во время его выступления Депутаты задавали ему вопросы И в ходе выступления одного из депутатов Выяснилось, что Дмитрий Осипов Которого фактически мы все считали Исполняющим обязанности замглавы администрации В действительности занимал пост Заместителя главы департамента Муниципальной собственности администрации города И это первый момент Второй момент Вот сейчас он замглавы Был замглавы департамента Сейчас замглавы будет, вероятно, главой администрации И вот все, с кем я разговариваю Ну, не все, наверное, многие Многие, с кем я разговариваю Говорят, что вот вся эта история Она очень странная Как минимум, очень странная И у меня возникает вопрос А почему не прекратить этот цирк? Зачем это все устраивать? Зачем вот так вот, через такие тернии Протаскивать одного конкретного человека На эту руководящую должность? Почему сразу не назначить его И не сказать, что нет, вот у нас там Дмитрий Осипов будет главой администрации Зачем нам все это нужно? Вот эта псевдодемократия Ну, я думаю, что на самом деле И псевдодемократии тут не очень пахнет Потому что вот та история С переносом заседания конкурсной комиссии Когда они явились как раз представители От областной администрации Но она лишний раз показала Как бы специфику и, собственно, суть Вот той самой системы публичной власти О которой теперь будет говориться Даже в Конституции Благодаря поправкам В которой в этой системе публичной власти Местное самоуправление Которое на самом деле самоуправлением не является Вот занимает самый низший уровень От отсюда и соответствующие отношения Вот Ну, а к чему вот такие сложные пертурбации? Вот Ну, опять же, вот эта история с переносом Заседания конкурсной комиссии Точнее, с несостоявшимся конкурсом Ну, видимо, скажем так Все завязано на позицию Серого дома и областной администрации Вот Которым тут все равно принадлежит Объективно, наверное, право решающего голоса Вот Поэтому То, как развивались события Как-то вот с переносами С отменами С вот этим медленным И Скажем так Скачкообразным перемещением Господина Осипова по должностям Вот На мой взгляд, свидетельствует о том Что в администрации Ну, скажем так, до конца Или почти до самого конца Еще не определились Что вот Осипов Это тот самый человек Которому можно доверить А это должна администрация определиться Или какие-то другие люди? Ну, в каких-то других, может быть Органах или институтах Ну, понятно, что фигура По сути, градоначальника областного центра Это вещь, с которой еще согласовывается Где-то вот в районе Старой площади Как минимум В Москве С администрацией президента Вот Ну, всегда это Градоначальник Такого города, как Киров Это Ну, то есть кандидатура Это фигура, которая А. Должна устроить центр Б. Устроить, ну, силовиков На предмет, там, и доступа К секретным каким-то сведениям К секретной информации Вот, должна устраивать часть Ну, или, по крайней мере, большую часть Местных элит Без привязки, там, именно К органам власти Потому что, как ни крути Градоначальникам с этими элитами Так или иначе взаимодействовать Вот, поэтому тут идут, видимо Нам не очень видны Но такие интенсивные процессы Борьбы интересов Вот, и кого-то, возможно Точнее, даже невозможно Точно Фигура Осипова не до конца устраивала И, возможно, вот эта отмена Конкурса По факту Вот, она была связана с тем Что где-то наверху еще До самого конца Или почти до самого конца Рассматривали возможность Что выплывет какая-то Альтернативная кандидатура Может быть, какой-то варяг новый Вот Который можно будет определить Уже в направлении Кресла сити-менеджера Уже вот при втором заходе Вот, это, конечно, не истина В последней инстанции Но вот, на мой взгляд Косвенные свидетельства Указывают на это Ну, зачем тогда назначать конкурс? Вот, в моем понимании Если конкурс назначили Значит, кандидатура согласована Раз он подает документы на нее Согласована на всех уровнях Во всех там ведомствах Во всех сферах И вот он подает документы Потом выясняется Появляется вот этот самый Демарш То есть, видимо, в последний момент Пришли какие-то новые водные Видимо так Видимо так О которых этих новых водных Нам с вами не рассказывали Вот и просто поставили И депутатов Гурдумы И нас с вами Просто перед фактом Что давайте, ребят, на второй заход Ну, то есть, именно вот это Поступило причиной вот Демарша Демарша министров Которые, ну, фактически Игнорировали заседание Конкурсной комиссии Видимо так Потому что я сомневаюсь Будь то вы вот все там Пять представителей Областного правительства Там Просто взяли и не пришли Не все, да Не поверю, что Допустим, они так были заняты Борьбой с пандемией коронавируса Что вот просто не могли Никак вот все пятеро Прийти И явиться на заседание комиссии Ну, понятно, что эта проблема серьезная Пандемия Вот Сверхсерьезная Вот Ну, в данном случае Это не отговорка Есть ли вероятность того, что Какая-то кандидатура Я не говорю, что это будет там Точно Дмитрий Осипов Если конкурс не состоится Например, 27 апреля На который его перенесли Да, если кандидатура до сих пор Там не согласована Или есть непонимание Кто будет до главы администрации Конкурс будет откладываться 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 И в результате мы придем к ситуации Что исполняющий главы администрации Будет просто назначен Вот там Условно в сентябре Когда до конца срока полномочия Депутатов городской думы Остается меньше двух лет А мы знаем, что если там меньше двух лет То глава уже не может быть переназначена Соответственно, назначат ИО И он вот эти два года До 22 года Останется в должности Ну, получается так Не мытьем, так катанем Но его вот протащат на эту должность Ну, такая вероятность, конечно, есть Но мне хочется верить Что все-таки до такого откровенного цирка не дойдет Но ведь должны быть какие-то Объективные причины для переноса конкурса Ведь не может там каждый раз Не приходить члены конкурсной комиссии Должны быть какие-то объективные Адекватные причины Согласен Вот и как раз этих-то объективных Адекватных причин я не вижу Вот, чтобы переносить до скончания веков Там до осени А потом Воспользоваться положением в законодательстве И оп И вот Соответственно До конца пятилетнего срока Соответственно, мы можем надеяться Что 27 апреля Все-таки Кандидат на пост Глава администрации Будет определен И будет вынесен на решение Думы Мы в России Мы можем надеяться на все Даже на это Понятно Давайте еще про Димарш немножко поговорим Как вы считаете Должны ли вот Самые уважаемые министры Все-таки Объяснить свой поступок И рассказать Там жителям города Почему они все-таки не пришли Или должны вот они Пока что они отмалчиваются Пока нет никакой Ну пока По крайней мере я никакой информации Не встречала о том Там почему Да О причинах Почему они не пришли Вот должны ли они сказать Мы вот не пришли Потому-то Потому-то Или лучше там Сохранить молчание Быстрее забудется Должны Вот Но я уверен Что большинство из них Так и не скажет Вот Ну что понятно Все-таки Несмотря на Весьма специфичную Нашу политическую систему И на федеральном уровне И на региональном Но все-таки Какая-то информационная Прозрачность Открытость Должна присутствовать Вот И в идеале Не только ограничиваться Там официальными Пресс-релизами Вот Сейчас действительно Очень странное молчание Когда толком Ничего не объяснено Вот Поэтому Ну Просто как порядочные люди Мне кажется Они должны Сказать Причем желательно Правду А не просто Сослаться на На занятость Там Опять же Из-за экстренных мер И там Командировка в Москву И так далее Давайте сделаем перерыв И вернемся Уже Продолжим Этот вопрос На обсуждение На обсуждение Жителей города Соответственно Вот Определить Все-таки Должны или не должны Эти должности Быть соединены В одну И каким способом Нам этого Главу Муниципального образования Выбирать То есть Будут ли это Прямые выборы Либо будет Это назначение Конкурсной комиссии Либо все-таки Так как это Есть сейчас Депутаты выбирают Из числа Из своего числа Собирался он Предложить Это голосование Ввести В то же время Когда у нас будет Голосование По поправкам В конституцию Но пока оно отложено Соответственно Проведение опроса Вероятное проведение Опроса Отложено тоже Вот как вы считаете Возможно ли Такой сценарий Развития событий Когда Жители Вообще будут Высказываться И вообще Может ли В нашем В нашей текущей ситуации Произойти Вот эта вот Смена Двоеглавия На единоначале Вот Полагаю Что Эта идея Здравая Вот Узвинутая Господина Бекуликом Вот И в общем-то Это принцип Единоначаля На уровне Городского образования Город Киров Муниципального образования Вот Должна быть реализована Я за нее Вот По поводу Механизма Этого реализации Конечно Тут многое упирается В региональное законодательство Вот Ну и в устав Города Кирова Ну да Депутаты как раз говорили Потому что федеральный законодатель В федеральном нормативном правовом акте Это 131 ФЗ Он там в общем-то Оставляет для регионов И для муниципалитетов Достаточно Большую свободу выбора Как Отдельно Глава города И глава администрации Или Это все В одном лице Вот У нас Разведено Принципиально Это именно На уровне Областного закона О местном самоправлении В Кировской области И конкретно Для Городских округов Численностью Населения По-моему Больше 50 тысяч человек Я не очень понимаю Почему регион В эту историю вмешивается Если это полномочия Муниципалитета Ну Опять же Почему Городская дума Не может это Своим решением Изменить Почему мы должны Выходить Вот в законодательное собрание Как господин Бекалюк сказал Что должны выйти В законодательное собрание С инициативой От думы Чтобы вот нам разрешили Вернуть прямой выбор Вот У нас Федеральная Конституция То есть То есть То есть Самоуправление Отнесено к сфере Совместного ведения Федеральный центр И регион Вот федеральный центр Общие принципы Закрепил еще В 2003 году Вот регионы Конкретизировали Вот И вот мы имеем То что имеем Двуглавие Конкретно в городе Кирове Вот Ну Которое на мой взгляд Городу Кирову На пользу не пошло Вот Поэтому Ну А с точки зрения Реальности Вообще Этой ситуации Может такое произойти Что вот Случится так Что у нас Те две должности Соединяться в одну Будет такое Единое начале Или эта ситуация Маловероятна Эта ситуация Я считаю Маловероятна Конечно Это был бы Очень неплохой вариант Когда все-таки Удалось бы добиться И вынести Это на Не референдум Но на Голосование Граждан Города Кирова Скажем так Да Общегородское Тем более Тут Скажем так Организационных Бездержек Было бы меньше Если бы это было Совмещено С голосованием По поправкам Вот Вот И Хорошо Если бы это Был вопрос Положительный В плане Возвращения К единому началью И Послужил бы Основанием Уже для дальнейших Действий И законодателей И Кировской Гордумы По внесению Поправок Устав Ну а сил то хватит У вот этого Единого главы И на Хозяйственную деятельность И на политическую деятельность Это ведь достаточно Сложно Хватало же В свое время Вот у нас Скажем так Был прецедент И достаточно Длительный период Когда В городе Кирове Существовало Единое началье Да Когда в руках Ну назовем так Должность мэра Находились Рычаги Представительские Финансовые Политические А это не получится Такой неуправляемый Глава Который вот он Такой один Всесильный И совершенно Никто не может На него повлиять Никто не может Его там Не контролировать Не как-то там Обязать К чему-то Ну насчет Контроля И Обязаловки К чему-то В идеале В идеале И на уровне Опять же Областного закона И Устава города Кирова Должен быть Прописан механизм Даже не отзыва Избирателями А хотя бы Что-то вроде Импичмента Со стороны Городской думы Потому что у нас Смотрите У нас же есть На уровне Общефедерального Конституционного Президент Избирается Гражданами Вот На всенародных Выборах На всеобщих Вот Но при этом При грубых Нарушениях Закона Которые очень сложно Доказуемые Очень сложно Всю эту систему Собрать Но все-таки Сама принципиальная Вероятность Существует И это все равно Важный момент Да Понятно Что Был один Прецедент И то Не закончившийся Скажем так Вынесением Вотума В 99 Году Когда КПРФ Пыталась Сбросить Ельцина Вот Но сам механизм Присутствует Вот Он должен Присутствовать На всех уровнях Публичной власти Уж коль у нас Заявляется Что вот Единая система Публичной власти С общими принципами Механизмами взаимодействия Пусть это будет Везде одинаково Тут президента Губернатор Мэр Там Глава администрации Любого муниципального образования Ну вот вы говорите Это усилит контроль Это усилит ответственность Ну вот вы говорите Отзывы гражданами Я правильно понимаю Что все-таки Это не только единоначали Это все-таки Вы выступаете за то Чтобы выборы Проводились Среди населения Не из числа Там депутатов Поняла Можем ли мы привести Пример городов Где Вот эта система Единоначали Уже введена И ну Показывать свою эффективность Есть ли сегодня Такие города Может быть Среди наших соседей Ну если честно Надо смотреть Уточнять Вот Примеры такие есть Вот Среди Центров Субъекта федерации Ну то есть мы не будем В этом уникальны Если мы например К этой форме Пройдем То есть оно Есть такая история Не будем Давайте к поправкам Перейдем Да Поправки в конституцию Вчера после выступления Президента Голосование всеобщее У нас перенесено На неопределенный срок Но тем не менее Мы надеемся Что оно будет проведено Мы с вами В нашем эфире Эти поправки уже обсуждали Правда обсуждали давно Когда они только появились Соответственно Ни форматов Проведения Никаких-то там деталей Еще не было известно Соответственно Мы не могли о них говорить Сейчас уже понятно Что голосование Будет Общим пакетом То есть все поправки Будут вынесены Общим пакетом Не каждую отдельно Будем проголосовывать А в бюллетене Будет один вопрос Звучать он будет Примерно следующим образом Поддерживаете ли вы Внесение изменений В конституцию Два варианта ответа Да или нет Вот с точки зрения Честности С точки зрения Правильности Подходов Вот это Объединение Всех поправок Это Честно по отношению К людям Или не совсем Все таки Ну я думаю В вашем вопросе Ответ уже Заложен изначально Если мы Формулируем именно так Честно или не честно Ну конечно Не совсем честно Вот такое Пакетирование Конституционных поправок Да Потому что Особенность Фундаментальная особенность Вот этого пакета Поправок Нашему основному закону То что он Построен по принципу Слоеного перега И в принципе там Каждая отдельная категория Населения Может увидеть Ну что-то свое Что-то свое Чем-то зацепит Да может быть Верующих зацепит В упоминание Бога Там Допустим Семей с детьми Зацепит Или пенсионеров Зацепит Вот акцентирование На индексирование Социальных выплат И гарантирование Соответственно отношения С животными И так далее И так далее И так далее Вот Скажем так Кроме всего этого великолепия Которое замечу Не обязательно Это в принципе Не мировая практика Вот это все С такой тщательностью Детальностью Фиксировать в Конституции Не обязательно Согласна Не обязательно Но ведь это фиксируется Для чего? Для чего там? Фиксируется для того Чтобы создать Хороший контекст Создать пакет За который Граждане готовы Будут проголосовать Вместе с тем Когда там есть Некоторые В политической части Весьма неоднозначные вещи Хорошо Поняла Вот Не думаете ли вы Что все вот эти поправки Которые в них Вносятся Да Вы сказали Что вот они там Для каждой отдельной категории Каждый человек Может найти там Ну какую-то свою поправку Которая вот Заставит его проголосовать за Не думаете ли вы Что вот Вся вот эта вот история Весь этот слоеный пирог Который вы сказали Он выносится Собственно говоря Одной единственной поправки Ради Поправки Терешковой Да Поправки Терешковой Она сейчас так называется Касаемо обнуления Сроков президента Ну все указывает на это Все указывает на это Вот Ну я заметил Что Конечно Поправка Терешковой Это Скажем Такое уже Короткое Собирательное название Тут для меня Очевидно Та вещь Что Не сама Госпожа Космонавт Додумалась до этого Додумалась до этого Ну она думаю В душе до сих пор Вот с 50-х годов Она комсомолка Вот соответственно По принципу Партия сказала надо Комсомол ответил есть Вот соответственно Вот ее как Такого почтенного Уважаемого человека С определенной долей Известности Авторитета Вот выдвинули Впереди толпы Таким Провозвестником Чалобитчика Мол Товарищ президент Останьтесь пожалуйста С нами надолго Вот Поэтому вот У этой поправки Терешковой Конечно Как минимум Два базовых Измерения Собственно Сугубо правовое Тут конечно Мягко говоря Все очень неоднозначно Даже несмотря на Положительное заключение Конституционного суда Потому что Что такое Есть конституция Основной закон Положение Правило которого Обязательное Абсолютное Для всех А тут Среди бела дня С тотальной поддержкой Парламентариев Там не голосовал Только КПРФ Воздержалась Голосуют Что мол Вот есть правило Специально там Для хорошего человека Мы делаем исключение Вот Это Вещь которая Во многом Обнуляет Не только сроки Президента Она обнуляет Другие положения Конституции Потому что Создается Опасный президент Тут мы даже Не обсуждаем Заслуживает Путин Или не заслуживает Переизбрания Дальше В 2024 году И так далее Вопрос даже не про Путина А про само правило Вот у нас есть правило Два срока подряд Вот теперь будет Ну просто два срока Вот оп Оговорочка Сразу Это создает Прецедент того Что в общем-то К любому пункту Ну по крайней мере Кроме Первый, второй, девятый Глав Можно сделать Такую же поправочку Ну подождите Это ведь не так просто Сделать Это вот сейчас У нас там Уровень президента Доверия Уровень вернее Доверия к президенту Он высокий Поэтому он имеет Возможность Вот унести Такие поправки Я не знаю Честно говоря Можно ли это Будет сделать В дальнейшем Поэтому наверняка Это сделано Там Исходя из того Что Внести поправки В конституцию Очень сложно В отличие от Федерального закона Я бы Учитывая Существующий Нынче В политической системе Расклад сил Этот пакет поправок Принимался на Раз, два, три С ошеломительной Скоростью Потому что Смотрите Он выступил Буквально в середине Января Уже Там меньше Чем через неделю Госдума уже Голосовала Первочтение за И раз, раз, раз Все К 12 марта Все уже закончилось Хотя Пакет поправок Он Ого-го Не на Один Десяток страниц Вот Поэтому Прошление Легко Процедурно Очень легко Опять же Все регионы Как пионеры Это салютовали И утверждали На раз, два, три Вот Поэтому Не очень позитивный Это прецедент Когда Условно говоря Я фантазирую И тут со мной Можно не соглашаться Допустим Хорошее положение Которое Не обязательно Может быть Что там Гарантируется Индексация Социальных Выплат Пенсий И так далее Вот Опять же Мы Смотрим Что сейчас происходит В мировой экономике И в том числе В нашей Из-за Пандемии Из-за низких цен на нефть Хорошо Нас убеждают Что Так сказать Жировой запас Государства Российского Достаточно Для того Чтобы все эти Хорошие Социальные обязательства Выполнить в полном объеме Ну Года Три Четыре Пять Да Но не на более Длительную Перспективу Вот Получается Мы не застрахованы От того Что через условия Но далее экономика Уже восстановится И будет работать Уже Вот Вот Где тут дерево Вот Хочется быть оптимистом Вот На самом деле Ну Понятно Тут нужно звать экономиста Вот Но я не уверен В том Что у нас Восстановление мировой Российской экономики От всех этих пертурбаций Этого года Пойдет Очень шустро Ну так вот Где гарантия От того Что условно Через пять лет У нас этот Подкожный Жировой слой Который накоплен Предыдущими годами Не кончится А ситуация Не улучшится Вот И тогда И тогда Наши руководители Разведут Руками Мол Ребята Как бы Денег нет Вы держитесь Вроде бы Конституция поправка есть А у нас есть прецедент А вот мы оговорочку сделаем Раз 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 Оговорочка Денег нет Но вы держитесь Ну то есть Вся эта история Создает нам Дает нам возможность Ну там Ежегодно Не ежегодно Не знаю Ну вносить какие-то Ремарки в Конституцию Говорить о том Что Ребята Вот если Что-то пошло не так То вот Оговорочка Да Это опасный прецедент Понятно Опасный прецедент Давайте уйдем на рекламу Дмитрий Ильин Политолог в нашей студии Продолжим Обсуждать Конституцию После рекламы Особое мнение Города Увидели баннеры Которые Которые Ну там Социальная реклама Поправок в Конституцию Там говорится Об ответственном отношении К животным О сохранении памяти Поколений И так далее И так далее Да Но самые важные поправки Они не раскрываются По большому счету Ну и наверное Там двумя словами Их тоже не опишешь И не расскажешь Это должна быть такая Ну глубокая Большая длительная Информационная работа Вот честно ли так Утаивать От людей Вот такую информацию Я думаю Это также Риторический вопрос И ответ Лежит на поверхности И напрашивается Сам собой Конечно Это не очень честно Вот не очень честно Потому что объективно Собственно Откроют интернет Посмотрят текст Поправок Которые Уже утверждены Федеральным собранием Но дай бог Есть и 5% Населения И то это наверное Оптимистично оцениваю Вот И то там Условно говоря Часть из этих Там Максимальных Пяти Не все поймет Вот Поэтому Не очень конечно честно Вот Но Хочу Заметь еще Заканчиваемую мысль Которую я начал Перед перерывом Да Есть еще Кроме правового Да Когда Сдается не очень Хороший прецедент Как бы Сугубо политическое Измерение Всей этой истории Вот По хорошему Я об этом Вот говорил Во время нашей Последней январской встречи Что в принципе Вот это Практически все Поправки Которые там Были связаны С Утверждением Зампредседателей Правительства Министров Думы Там С согласованием Силовых министров Советов Федерации Там По прокуратуре По верховным Высшим судам Вот они Скажем так Были во многом Все равно Косметически Косметически Они принципиально Все равно Не меняли Расклад сил В нашей системе Власти Вот И все равно Не изменяли То что Номинально Чисто формально У нас смешано Это на тот момент На самом деле Мало что изменилось Кроме поправки Терешковой Вот Формально Да Остается Смешанная Республика С принципом Двойной ответственности Правительства И перед парламентом И перед президентом Даже вроде бы Элемент ответственности Перед парламентом Усиливается Но по факту По факту Все равно Супер президентская Республика Когда все ниточки Тянутся к президенту Так или иначе Вот Все ниточки Тянутся к президенту И как быть с тем Что у нас Декларируется Конституция Разделения властей Там исполнительность Законодательность Судебная Но при этом Мы видим поправку Где Судий Конституционного Суда назначает президент. Не коллегия судей, как было раньше, а президент. И, по сути, ему они и будут подчиняться. Какое разделение властей, если они напрямую, фактически подчиняются главе государства? Вот, но замечу, что... Просто вы говорите, что поправки косметические, но в моем понимании они, на самом деле, очень глубокие. И действительно, вот они, ну, по сути, да, еще более вот эту власть президента сконцентрировали в одних руках. Ну, скажу так. Принципиально, на самом деле, вот если мы берем конкретный сюжет, президент, конституционный суд, немногое что поменялось. Немногое что поменялось. Ну, конечно, поменялась, одна поправка добавилась. По сути, все равно последний, скажем так, сюжет, последний прецедент, когда конституционный суд выступал против президента, это осень 93-го года. И все равно тогда вышел победителем, понятно, в Ельцине. То есть раньше это было просто так, под прикрытием, да, будем говорить, а сейчас это будет просто очевидно всем. Да, да, потому что, если мы дальше обозреваем последующие, там, почти четверть века, то где-то минимум с середины 90-х годов, даже еще в ельцинскую эпоху, конституционный суд был весьма и весьма лоялен президенту. Все равно там механизм был даже в предыдущем варианте конституции такой, что практически нереально было попасть в конституционный суд, не минуя, ну, скажем так, волю президента. Что, да, Совет Федерации, но все равно как бы президент в этом механизме имелся. Вот. И даже достаточно часто сейчас вспоминаю тот сюжет с решением конституционного суда 98-го года о, так сказать, запрете Ельцину баллотироваться в третий раз. И то, в принципе, там сыграл свою роль контекст. Конкретно состояние здоровья Ельцина, когда уже всем и каждому было понятно, что он, дай бог, до конца второго срока протянет кое-что третий. И тогда, облегченно вздохнув, судьи конституционного суда в другом составе, даже с другим председателем, выдохнули и сказали, мол, два срока есть два срока. И неважно, что он в 91-м году избирался еще по конституции РСФСР. Два срока есть два. Срока все облегченно выдохнули, потому что не пришлось идти наперекор, так сказать, воле главы государства. Ну, то есть, я правильно понимаю, что вы считаете, что все эти поправки косметические, там глубоких изменений нет, вот есть там одно, единственное вот это вот обнуление сроков президента, и, собственно говоря, все. А все остальное, это такая, ну, вот, мишура. Президент получает чуть больше возможностей воздействовать на другие высшие органы власти. Чуть легче. То есть, значит, что его власть, она не будет безграничной, она не будет такой сверхконцентрированной. Она просто чуть-чуть более стала... А она до этого не была сверхконцентрированной? Ну, мы об этом хотя бы... У нас хотя бы нормы были какие-то демократические, а сейчас мы, нам открыто говорят о том, что, ребята, вот будет так и так. Генпрокурора назначает президент, судик конституционного суда назначает президент, силовой блок под контролем президента. Все сегодня у нас, получается, уходит к президенту. Ну, допустим, вспомнили генпрокурор, все равно так, назначал Совет Федерации, но по представлению, по предложению, по инициативе президента. Тут, говоря, от перестановки слагаемых, сумма-то не поменялась. Поэтому, опять же, мы как были сверхпрезидентской республики, так и остаемся тут. Просто президенту, как бы его ни звали, какая бы фамилия у него была, чуть легче, чуть быстрее можно воздействовать, там, кадрово или еще как-то, на другие органы власти. Понятно. Как вы считаете, люди, как поддерживают вот эти поправки? Вернее, как относятся к этим поправкам? Потому что вот с теми людьми, с которыми я общаюсь, ну, многие говорят о том, что мы не пойдем на голосование. Ну, потому что это, мягко говоря, вся история не совсем легитимная. Вот в большинстве своем, я просто прочитала материал на портале newsletter.ru, и там журналисты, ссылаясь на свои источники, говорят, что 85% жителей области поддерживают поправки в Конституцию. Вот эта цифра 85, она реальна, или все-таки она, ну так, завышена немножко? Ну, если и завышена, то немножко. В принципе, я думаю, близко к истине, конечно, тут все рассудит голосование граждан, вот, но, как я уже упоминал в начале нашего разговора, да, каждый видит свое, да, кто-то видит упоминание о Боге, кто-то видит индексацию социальных выплат, кто-то видит поддержку культуры, или там детство семьи материнства, вот, и так далее, и так далее, и так далее. А вот это голосование, оно вот само по себе, оно что-то меняет? Вот нет ощущения, что все уже принято, что все уже решено? И вот, ну, действительно, голосование там, ну, сейчас вот его отложили. Может, оно будет, может, не будет. Я надеюсь, что все-таки будет. Оно что-то поменяет? Вот люди, если вдруг придут люди и скажут, нет, мы против. Или уже все принято, и, собственно говоря, голосование особой роли здесь не играет. Это такой некий формальный момент. По-моему, я уже тоже в нашей предыдущей встрече говорил о том, что, в общем-то, голосование придумало для придания дополнительной легитимности этим поправкам. Что, мол, так-то делается такой широкий жест, потому что по процедуре, которая запечатлена в той же Конституции, там, третья, четвертая, пятая и другие главы, кроме первой, второй, девятой, да, это глобалифицированное большинство федерального собрания плюс президент, плюс регионы. Вот все. Казалось бы, мол, дальше сидеть надо и молчать в тряпочку, но вот широкий жест, что, мол, народ российский, скажите свое веское слово. Вот. И понятно, что при таких хороших, привлекательных, позитивных вещах, которых мы уже сегодня перечисляли, народ придет, правда, я не уверен, что будет высокая явка. Вот. Но опять же, тут многое будет зависеть от того, насколько, какая вообще ситуация будет на момент голосования, вот, и насколько там будут мобилизованы государственные медиаресурсы для того, чтобы, так сказать, сагитировать людей. Вот. Народ придет и, как бы, проголосует вот за это, что мы уже сегодня перечисляли неоднократно. Угу. У нас не так много времени до конца эфира. Я хочу вам последний вопрос про поправки задать и тем самым так зафиналить наш разговор. Мы с вами в прошлом году как-то обсуждали ситуацию там, что могут быть объявлены досрочные выборы в Госдуму. Это история и эта поправка наряду с поправкой Терешковой вот в тот самый последний момент была внесена, но президент как-то все вот эту очень пресек все эти разговоры. При этом, вот, там, те самые данные 85% людей, которые готовы проголосовать за Конституцию, в Кировской области по данным журналистов, все это воодушевление как бы получается, если мы говорим, что наверняка есть люди, которые поддерживают эту историю, наверняка вот это воодушевление, оно должно было, ну, скажем так, в политтехнологиях есть такой термин медовый месяц, да, когда вот на вот этой волне позитива кандидат проходит в, ну, в какой-то орган избирается, и вот на этой самой волне позитива, да, у нас же было вот то самое послание федеральному собранию, потом последовала отставка, ну, то есть нагнеталась такая вот ожидание перемен, и вот эта история с позитивным восприятием, может ли она захватить, или должна ли она была захватить какое-то большое масштабное событие, которое, ну, может быть, все-таки случится, и я здесь говорю про выборы, хоть президент сказал, что вроде бы, давайте разговоры эти оставим, не будем про них говорить, тем не менее, вот после того, как голосование состоится, может ли этот вопрос всплыть снова, и что это за большое событие, которое вот на этой волне воодушевления должно состояться, потому что, ну, не может быть поправки просто ради поправок, и у нас минута на ответ, у нас не так много времени. Первое, большое событие состоится в 2024 году, понятно, какое. Эффект сойдет на нет уже к тому времени. Это самое главное. Эффект, вот он нужен для того, чтобы вот народ пришел, проголосовал, и принял, не на ура, но спокойно принял этот пакет поправок. Вот, это большое. Выборов, я думаю, теперь уже не будет, мы смотрим еще на социально-экономический контекст, связанный с курсом рубля, с нефтью, опять же, с глобальными последствиями от пандемии, которые, я думаю, нас накроют. Так что теперь, я думаю, вот именно в социально-экономическом измерении медового месяца не получится. Вот, поэтому идти на, там, досрочные выборы в Госдуму, это будет слишком мне проданы риск для верховной власти. Поняла. Политолог Дмитрий Ильин, кандидат исторических наук, был сегодня в нашей студии. Это была программа «Особое мнение». Я прощаюсь со слушателями. Дмитрий, спасибо вам, всего доброго. До свидания.